В Одессе после вчерашних массовых беспорядков разбор полётов. Активисты майдановских организаций пришли в полицию выяснять, почему правоохранители так жёстко проводили задержание. Без скандала не обошлось и сегодня. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. На этих кадрах вчерашние столкновения на Аллее Славы во время торжеств ко дню освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Перепалка между идеологическими оппонентами переросла в стычку. Затем полиция начала задерживать активистов. И, как они считают, неоправданно жестоко. В ход пошли дубинки, даже после того, как людей погрузили в автозак. Задержали и сразу отпустили 20 человек. Практически все майдановцы. Сегодня вместе с соратниками они пришли к областному управлению полиции. Задают вопрос, почему правоохранители не реагировали на пророссийских настроенных активистов, которые выкрикивали антигосударственные лозунги. Когда мы начали все-таки подключаться к этому процессу и включаться в определенную противостоянию, начали затримывать именно нас. И начали затримывать с такой жесткостью и жесткостью, что просто они не знают, Янукович, наверное, в определенных моментах позаздрив бы. Сатисфакцию активисты отправились искать в кабинеты главных правоохранителей. Впрочем, и здесь общение с полицейскими не заладилось. И полиция начала действовать на разнятие конфликта и недопущение массовых беспорядков. Борьба! 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 Мусора! Мусора! Аньба! 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 В итоге к митингующим вышел начальник областной полиции Дмитрий Головин. Он сообщил, что задержание в основном проводили сотрудники киевской патрульной службы, которые приехали в Одессу для усиления. Сейчас в управлении будут выяснять, правомерно ли применялись вчера дубинки и наручники. Да, они не знали некоторых ребят в лицо. Да, возникло это. Мы готовы провести вместе с общественностью служебное расследование. Кто будет виновен из нас в полиции, они будут наказаны однозначно. На проверку полиции понадобится две недели. Активисты же собираются обратиться в военную прокуратуру, чтобы там оценили действия правоохранителей. Между тем, не за горами еще две непростые для Одессы даты. 2 и 9 мая. Силовики обещают, иногородних коллег привлекать уже не будут. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.